Друзья, мы приветствуем вас на канале Криптокомманс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Генеральный директор Ripple делает ставку на европейскую МИКа на фоне агрессивных действий со стороны SEC. Уходит ли Ripple из США? Майнинговая компания Marathon стала следующей целью SEC в ее действиях, направленных против криптоиндустрии. Половина стоимости северокорейской ракетной программы была оплачена за счет украденной криптовалюты. Американские законодатели считают Евросоюз и Великобританию примерами регулирования криптовалюты во время совместных слушаний. И в завершении выпуска аналитика рынка от Джорджа Танга. Оставайтесь с нами. Итак, Ripple делает ставку на европейский закон МИКа. Важной миссией главного регулятора All Street, комиссии по ценным бумагам и биржам США, являлась задача по регулированию цифровых активов. Однако фирмы, связанные с криптовалютой, утверждают, что комиссия не смогла внести столь необходимую ясность в отношении правил. Это заставило несколько компаний задуматься о переезде в офшор, и Ripple Labs – одна из них. Представитель финансовых услуг Республиканской партии сообщил, что республиканцы будут обеспечивать ясность регулирования цифровых активов для защиты технологий внутри страны. Сюзан Фридман, советник по международной политике Ripple, подчеркнула, что опасения по поводу перемещения инноваций за границу не преувеличены. Она добавила, что ключевые игроки криптоиндустрии уже мигрируют в такие места, как Европа. Европарламент утвердил первые правила отслеживания переводов криптоактивов, а также предотвращения отмывания денег. Таким образом, законодатели дали Мика зеленый свет, проголосовав за законопроект 517 голосами и против 38. Советник по политике Ripple призывает двигаться в сторону Европы, где криптозаконодательство нацелено на достижение ясности благодаря Мика. Сюзан заявила, что паралич регулирования в США реален и оказывает ощутимое влияние с точки зрения потерянных из-за него рабочих мест и инвестиций. На наш взгляд, это абсолютно здравая и правильная позиция. СЕК продолжает войну, и теперь она пришла за биткоин-майнер-компанией Marathon. Майнерговая компания Marathon Digital Holdings получила еще одну повестку в суд от СЕК. Повестка связана с Центром обработки данных Монтани, который, по утверждению регулятора, мог нарушать законы о ценных бумагах. Сама компания заявила, что сотрудничает СЕК после первоначальной повестки в суд от 10 апреля, касающейся сделок со связанными организациями. В сентябре 2021 Marathon Digital также была вызвана в суд за документы, касающиеся ее центра обработки данных в Хардине, штат Монтана. Тогда фирма признала, что обнаружила учетные ошибки в финансовой отчетности. Финансовый регулятор не оставляет камня на камне в своей безжалостной атаке на криптоиндустрию. Однако неясно, как компания по добыче биткоинов может нарушать законы о ценных бумагах. Фред Тиль, председатель и генеральный директор Marathon, сказал следующее. После капризного и бурного 2022-го, который проверил на устойчивость всю нашу индустрию, этот год начался хорошо, поскольку мы увеличили хешрейт, снизили затраты на майнинг и улучшили наш баланс в первом квартале. Акции компании выросли за день на 9% и достигли 10,15 долларов в нерабочее время. В этом году цены на акции Marathon выросли почти на 200%, опередив рынки, биткоина и криптовалюты в целом. Желаем вам скорее разобраться с SEC и продолжить позитивный вклад в поддержку и развитие криптоиндустрии. Огромная часть ворованной криптовалюты идет на поддержку ракетной программы Северной Кореи. Ранее на этой неделе официальный представитель Белого дома сообщил, что около половины ракетного проекта Северной Кореи финансируется за счет украденных криптовалют и кибератак. Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности в кибер- и новых технологиях, пояснила, что информация была получена в рамках всестороннего усиления федерального правительства США по пониманию, того, как такая страна, как Северная Корея, настолько креативна в данной области. Нойбергер также сказала, что администрация Байдена тратит много времени и усилий на сотрудничество со спецслужбами США для выявления северокорейских оперативных сотрудников. Казначейство усердно работает над отслеживанием украденной криптовалюты. Также важно понимать, что на долю северокорейских хакеров приходится одна треть украденной криптовалюты. Стало известно, что северокорейские киберпреступники несут ответственность примерно за одну треть потерь в криптовалюте. Печально известная Lazarus Group была связана с многочисленными громкими взломами и кражами цифровых активов. Также сообщается, что Северная Корея украла более 1 миллиарда долларов из криптосектора благодаря действиям хакеров из Lazarus Group. Разнообразные отчеты ООН, а также других фирм показывают, что хакерство является ключевым источником дохода для диктатуры Ким Чен Лина. В попытке пресечь усилия Северной Кореи, казначейство США ввело санкции против криптомиксера Tornado Cash за его предполагаемую роль в помощи хакерам в отмывании доходов от киберпреступлений. Однако хакеры прибегли к новым сервисам для отмывания криптовалюты, таким как Синбат. Законодатели США в криптовопросах начинают ориентироваться на Европу. Они обращают внимание на то, что Европейский Союз приближается к принятию концепции рынков криптоактивов, а биржа Kraken находится в процессе инвестирования в Соединенном Королевстве. На совместном слушании 10 мая о будущем регулирования цифровых активов, некоторые законодатели указали на фреймворк криптовалют и цифровых активов в Евросоюзе МИКО и регулирование цифровых активов в Великобритании, в отличие от мозаичных требований в Соединенных Штатах. Главный юрист-консульт Kraken Марко Сантори сказал, что базирующаяся в США криптовалютная биржа планировала инвестировать в ЕС и находится в процессе инвестирования в Великобритании, поскольку нормативную среду США оценить трудно. Представитель Висконсина Брайан Стейл добавил, что Конгресс готов обеспечить регулирование криптовалюты, но предположил, что в Швейцарии и в Европе существует, цитата, «гораздо более дальновидный подход». Стейл добавил, что юрисдикции, включая Евросоюз, с законом МИКО, Дубай с его регулирующим органом по виртуальным активам Сингапур и Южная Корея не продвигались вперед с помощью нормативного подхода, а выдвигали правила и нормы дорожного движения. Такой подход, по мнению законодателя, мог бы стимулировать инвестиции и инновации. Конгресс США запланировал несколько слушаний для обсуждения регулирования цифровых активов в мае, а также недавнего банкротства крупных банков и надзора со стороны федеральных финансовых регуляторов. Что ж, давно пора создавать и помогать, а не крушить и штрафовать. И завершает наш выпуск аналитика по рынку от Джорджа Танга. А также одно очень важное наблюдение, связанное с количеством биткоинов, циркулирующих на бирже за последнее очень продолжительное время. И, конечно же, сделанные на основании этого вывода. Давайте послушаем. Запасы биткоинов на биржах упали на минимальный уровень за последние 5 лет, до уровня 2017. То есть, с этого момента уровень запаса биткоина на бирже продолжает сокращаться. И что придется делать однажды биржам, когда на них не останется биткоина для трейдинга? Это то, на самом деле, о чем люди зачастую не думают. Они обычно думают, что всегда будет биткоин на бирже для трейдинга. Но это не так, как акции на бирже. Это не то же самое, как и разделение акций на части. Или, скажем, как бесконечное количество бумажных акций на бирже, которые можно трейдить. С биткоином так не пройдет. Есть определенное количество. И в будущем на биржах останется так мало биткоина, что люди будут трейдить индивидуальные сатоши, а не целые биткоины. Что касается цены биткоина на сейчас. Да, я знаю, что он выглядит слабоватым. Но мы все еще видим достаточное количество паттернов. А эти паттерны показывают на то, что было между 2014 и 2017 годами. Это было два цикла назад. И вы можете увидеть, что они на самом деле довольно похожи. Если их наложить друг на друга, то они будут выглядеть очень похожими. Опускающийся тренд, затем формирование горизонта и прорыв наверх. И это то, что нам следует ждать. И многие считают, что к июлю... На самом деле это может даже раньше быть, где-то вот здесь. У нас еще образуется этот очень крупный памп. Где-то до 50, возможно даже до 60 тысяч. Затем мы немного опустимся. И очень многие думают, что это приближается. У нас был похожий сценарий в 2019. Так что давайте посмотрим, произойдет ли это снова. Но в целом, каждый показатель, который у нас есть, каждая модель ончейн, что мы используем, и долгосрочные технические индикаторы, а также сигналы, и даже скользящие средние, все говорит нам, что биткоин движется в правильном направлении. Туда, куда и должен идти, и приведет нас гораздо выше. Вот такая ситуация по рынку. И хоть на момент подготовки этого выпуска биткоин не показывает силу, что вызывает еще большую неуверенность и даже, возможно, страх, вспомните, что вы ощущали в моменты, глядя на которые спустя некоторое время вам казалось, что это были прекрасные моменты и возможности для покупки. Но не забывайте, это не финансовый совет, и все решения и действия вы делаете на свою ответственность и свой страх и риск. Но, как и всегда, мы желаем вам успешного трейдинга. На этом мы с вами прощаемся, и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин